Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаменитые актеры расскажут самарцам, почему сегодня так важно смотреть документальное кино. Фестиваль «Соль земли» вновь собрал лучших. Большая победа в мини-гольфе. Первое место среди журналистов заняла команда Самары ГИС. Единственный в России город с итальянским названием может стать центром развития экономического партнерства между Италией и Самарской областью. О перспективах сотрудничества говорили на встрече губернатор Николай Меркушкин и чрезвычайный полномочный посол Италии в России Чезаре Рогалини. В Тольятти созданы наилучшие условия для бизнеса, а градообразующее предприятие «АвтоВАЗ» в прошлом – самый успешный российско-итальянский проект. Глава дипломатической миссии Апеннинского государства отметил, что сегодняшний тренд этой страны – перейти от принципа «сделано в Италии» к «сделано вместе с Италией». Новый этап сотрудничества может затронуть самые разные сферы, причем не только в Автограде. В числе приоритетных отраслей губернатор назвал автомобилестроение, химическую промышленность, производство лекарственных препаратов, сельское хозяйство, переработку сельхозпродукции. А также высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере высшего образования. У нас и в Италияти, о чем я уже сказал, там есть и технопарк «Шигулевская долина», где занимаются уже больше разработками и, скажем, коммерциализацией этих разработок. У нас создан здесь в Самаре два индустриальных парка, в Чапаевске тоже. Преброженки. Преброженки, да. Поэтому те площадки, которые достаточно, скажем, удобными могли стать для компаний, где почти все готово, можно очень быстро развивать свой бед. Мы всегда верили в то, что изолировать Россию – это ошибка. Россию надо увлекать в решении современного кризиса. И мы очень довольны тем, что очень много европейских стран разделяют наше мнение. Губернатор Николай Меркушкин также провел рабочую встречу с председателем правления Самарского отделения Российского общества инженеров-строителей Александром Латкиным. Глава региона и заслуженные строители обсудили процесс вхождения архитектурно-строительного института в структуру сам ГТУ. По мнению Александра Латкина, объединение вузов может негативно сказаться на перспективах развития Самарской архитектурно-строительной школы. Александр Латкин передал губернатору свои предложения, которые глава региона пообещал внимательно изучить, чтобы вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Еще минус 18 в Самаре продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. За несколько дней городские власти полицейские демонтировали и увезли еще почти два десятка нелегальных рекламных счетов. Всего с самарских улиц убрали 160 незаконных конструкций. Почти треть из них уже утилизировали. Особое внимание уделяют общественным зонам для прогулок и отдыха. Так в ближайшее время освободят от ненужной рекламы площадку перед Софийским собором на четвертой очереди набережной. Там просьба щит этот убрать вообще, в силу того, что он закрывает вид на Софийский собор. Поэтому в новой схеме это обязательно нужно учесть. А сейчас постарайтесь договориться. Возможно, они самостоятельно его демонтируют. У нелегальных торговцев тоже нет шансов выстроить прибыльный бизнес. На этот раз большая проверка коснулась железнодорожного района Самары. Местные власти и представители Общероссийского народного фронта провели совместный риэт, выявляя незаконные ларьки. Такие проверки дают результат. Ведь теперь районные власти имеют право сносить павильоны. Чем мешают жителям так называемые нелегалы, знает Андрей Горгуленко. На этой детской площадке днем пусто и никто не играет. Житель не отпускает своих детей, потому что рядом магазин, где незаконно торгуют алкоголем. А покупатели, недолго думая, распивают горячительное, буквально не отходя от кассы, прямо в песочнице. Здесь садятся и с этой стороны грязь. Шумят, шумят. Ужасный шум стоит. Тут вплоть до драк бывает. Поэтому они нам вообще мешают. Скоро рассадник алкогольных посиделок прекратит свою работу. В ходе совместного рейда общественников и администрации железнодорожного района выяснилось, что договор о аренде у магазина закончился. Владельцу выписали административный штраф, сотрудники полиции конфискуют весь алкоголь. А позже торговую точку и вовсе демонтируют. Такими полномочиями с 1 сентября обладают все районные власти. В администрации издана постановление, разработан порядок действий. И в данный момент производится актирование незаконных объектов и их опубликование на сайте администрации. Что позволяет нам через два месяца производить вывоз и демонтаж этих незаконных объектов. Во время таких рейдов особое внимание уделяют точкам, на которые жалуются жители. Часто нарекания вызывают продавцы, которые выкидывают мусор рядом с домами и целый день работают в павильонах без санузла. Также общественники контролируют исполнение решения о сносе незаконных объектов. Сейчас жители обратились и мы хотим инциировать по всей территории городского округа Самары такие рейды с администрацией внутрикородских районов. Это непосредственно полномочия по составлению протоколов у отдела потребительского рынка. Рассматриваться они будут их на административной комиссии. Потому что в Общероссийском народном фронте нет полномочий по привлечению должностных лиц к ответственности. Мы можем проконтролировать данный процесс. За первую половину сентября в железнодорожном районе заставили 50 протоколов в отношении владельцев незаконных ларьков. И еще около 30 ждут своей очереди. 14 нелегальных торговых точек демонтированы. Андрей Григуленко, Константин Головин. События. Площадь Куйбышева уже готовит к параду памяти. К 7 ноября все работы должны быть сделаны. Сейчас капитальный ремонт идет в штатном режиме. Под контролем власти и общественности начался самый важный этап. Контроль качества верхнего слоя асфальтового покрытия. Как не навредить при взятии проб, узнавал Олег Зверев. Сегодня на площади Куйбышева укладывают верхний слой асфальта. А уже 7 ноября новое покрытие испытает тяжелая бронетехника. Парад памяти состоится точно в срок. К этому времени все работы должны быть сделаны. Сегодня качество исполнения оценили представители власти и общественности. Впечатление самое положительное. Видим, что площадь преображается. Работы идут в соответствии с установленными сроками. Владимир Андреевич Василенко пообещал, что на 50 лет вперед эта площадь больше не будет нуждаться в ремонте. Покрытие ровное. Претензий никаких на этой стадии нет. Капитальный ремонт площади Куйбышева проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сейчас работы выполнены на 70%. Внимание к объекту особое. Здесь проходят важные государственные мероприятия. А во время проведения чемпионата мира по футболу на площади будет фан-зона для гостей Мундиали. Важно сохранить площадь на многие годы вперед. А потому особо актуален вопрос контроля качества. Прозвучало предложение делать керны по линии разметки. Придут проверять. Вы все прекрасно понимаете, когда делают керны и как на дорогах они вызывают изжогу. Кто их должен заделать? Керны. Давайте мы их сделаем вот там, где будет разметка. Пусть берут, чтобы потом мы пошли термопластиком и хотя бы эти вот керны заделали так. Часто, к сожалению, в городе так получается специальные службы или надзорные, или контролирующие органы проводят свою работу. И после мы видим, и на общеградских дорогах, и внутриквартальных дорогах остаются вот эти вот следы. И то, что сегодня вот это прозвучало деловое предложение, я думаю, надо взять его за основу. Параллельно с ремонтом покрытия идет благоустройство скверов и прилегающих территорий. Восстановлены металлические ограждения и кирпичные столбы. На месте старых аварийных тополей посадили молодые ели. Планируется, что в общей сложности площадь украсят 375 деревьев ценных пород. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Трамваи будущего уже в настоящем. Трехсекционные составы вышли на самарские маршруты. На линии работают 10 вагонов, каждый вмещает в себя до 300 пассажиров. Новые трамваи означены по последнему слову техники. Это отмечают и работники ТТУ, и пассажиры. В один из рейсов отправилась Олеся Корецкая. Большому кораблю большое плавание. А трехсекционному трамваю самые длинные маршруты. Первый, пятый и двадцать второй. Они идут через весь город и дают возможность жителям всех районов прокатиться на транспорте в самых комфортных условиях. Просторный новый салон на 300 с лишним пассажиров. Современная система отопления и вентиляции. Телеэкраны, бесплатный Wi-Fi и система видеонаблюдения. Вагоны низкопольные, оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В кабине водителя максимальный обзор, персональный кондиционер. Елена Найдина водит трамвай 15 лет. Признается, что такого удобного и технологичного еще не видела. А реакция пассажиров бесценна. Как-то они даже еще сначала и непривычные. Заходят и думают, что, куда же мы попали, трамвай ли это вообще? Такой длинный, смотрят. А это трамвай, точно трамвай? Да, это трамвай, это не поезд. Длина нового трамвая почти 28 метров. Чтобы управлять такой большой машиной, водители прошли специальное обучение. Сначала вывели составы на линию ночью, чтобы обкатке не мешало интенсивное движение машин. Теперь вагоны пустили по маршрутам и днем. Трамвай красивый, трамвай большой, трамвай вместительный. Максимально туда может уместиться до 300 пассажиров. У нас таких вагонов раньше не было. Это и предприятие, в том числе экономия, потому что салон сквозной, достаточно одного кондуктора на трамвае. Кондукторы тоже оценили плюсы просторного салона. Говорят, даже в часы пик пассажиры перемещаются без толчаи. Никаких конфликтов. И работаешь с душой, и это вот не ощущается, что такой большой трамвай. Прошел в один конец, потом культурно в другой, и все так слаженно получается. Эти же трамваи будут перевозить гостей чемпионата по футболу от железнодорожного вокзала к стадиону. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Ну а первый говорящий трамвай в Самаре появится уже 20 сентября. Системой наружного звукового оповещения оснастили все вагоны на 23 маршруте. С вопросом повышения доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями по зрению обратился житель Самары Анатолий Стасинец на приеме у главы города Олега Фурсова. 23 номер выбрали не случайно. Трамвай останавливается у предприятий, где работают инвалиды по зрению. И находится организация для людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что уже в начале следующего года звуковое оповещение появится и на трамваях первого и пятого маршрутов. Транспортом не ограничится. Так уже почти половина всех светофоров звучит. А к 2020 году такое оповещение должно быть уже установлено на всех светофорах. Управляющим компаниям рекомендует поставить динамики в лифтах. Запускается пока пробный маршрут, 23-й, который ходит по кольцу. И мы вместе с представителями наших замечательных общественных организаций определили, какой же маршрут должен быть первый внедрен. Когда трамвай останавливается, он говорит, что трамвай маршрута 23. И человек, соответственно, это находится устройство возле первой двери, рядом с кабиной водителя. Думаю, это первый шаг, который сейчас сделается. В дальнейшем это будет продолжена эта работа. Почти 300 зданий планируют привести в порядок в этом году. В городе продолжается ремонт фасадов домов на гостевых маршрутах. Также отремонтировали более 70% дорог. Самара заканчивает и подготовку к отопительному сезону. Самые актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили на седании профильного комитета в городской думе. С подробностями Олеся Корецкая. Самара готова к отопительному сезону на 97%. Коммунальщики отчитываются о проделанной работе каждую неделю, проводят выездные проверки. На заседании комитета ЖКХ в городской думе представители администрации Самары подводят предварительные итоги. К середине сентября в городе переложили больше 15 тысяч метров теплотрасс. Провели профилактику и ремонт оборудования на всех объектах по тепло- и энергоснабжению, а также водопроводных системах. Также в рамках мероприятия к отопительному периоду проводится подготовка объектов жилищного фонда городского округа Самары и объектов соцсферы. На сегодняшний день подготовлено к эксплуатации во зимний-зимний период 10109 домов из 10212. Почти на 100% готовы к зиме социальные объекты – образовательные, медицинские и культурные учреждения. Уже выдано больше 7 тысяч паспортов готовности. Продолжается подготовка к футбольному чемпионату. В этом году в Самаре приводят в порядок фасады почти 300 домов. Работы проводятся в том числе на средства фонда капитального ремонта. Данные мероприятия выполняются за счет привлеченных средств. Мы должны были на уровне города принять решение о необходимости выполнения данных работ. Соответственно, мы эти решения принимали. Мы их могли принять только лишь при согласии собственников, на что, соответственно, была организована работа администрации и районов. Решение о переносе ремонта фасада на более ранние сроки принимали на собраниях совета каждого дома. Другие виды работ, например, замена коммуникаций или ремонт внутренних помещений, проведут по прежнему плану. Еще одна тема для промежуточных итогов года – ремонт дорог. В Самаре приводят в порядок больше 40 участков улиц, тротуары, газоны, а также крупные объекты – Южный мост, путепровод Аврора. Темпы благоустройства города необходимо сохранить высокими, отметили депутаты городской думы, и продолжать приводить Самару в порядок и после чемпионата. Дороги, как показывает статистика, постепенно перестают быть злободневной темой. Сегодня уже жители думают совершенно о другом. Дороги ушли, рано или поздно мы с вами будем думать о наших легких, о зеленых зонах. И зеленые зоны нам с вами нужны, да, и необходимо их создавать. Сейчас для этого самое время. Самара присоединилась к всероссийской акции «Дерево Победы». В каждом районе города общественники высадят сотни деревьев. Жителям в озеленении улиц помогут и депутаты городской думы. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Далее, коротко о других событиях дня. При первых признаках отравления грибами, а это боль в животе, тошнота, рвота, головные боли, нужно выпить шесть стаканов кипяченой воды и вызвать скорую. ДТП с переворотом произошло в Самаре на пересечении улиц Молдогвардейская и Полевая. Столкнулись три автомобиля. Митсубиси, Шевроле и Лада Калина. Которая от удара перевернулась на крышу. Как сообщает очевидца в соцсетях, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Величина прожиточного минимума пенсионера в 2018 году увеличится. Такое решение принял областной кабинет министров на очередном заседании под председательством первого вице-губернатора Александра Нефедова. Проект регионального закона разработан для определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом денежных выплат меньше величины прожиточного минимума. В следующем году минимальная пенсия составит 8 413 рублей. Это выше, чем в текущем году почти на 3%. Дополнительный рейс в Рождествено начнет работать с сегодняшнего дня. На правый берег Волги от Октябрьского спуска судно отправится в 19 часов. Ранее были отменены скоростные маршруты Самара-Ширяева, Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань. Кроме того, осеннее расписание предусматривает сокращение числа рейсов по популярным маршрутам. Так речные трамваи с Осипенко до Зеленой Рощи будут выходить ежедневно от Зеленой Рощи в 6.45 и через 15 минут будут уже в городе. На один выходной больше будет у россиян в следующем году. Такое решение приняла российская трехсторонняя комиссия. Новогодние праздники начнутся на день раньше, с 30 декабря 2017 года. Продолжится по 8 января и составит 10 дней. В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. На 8 марта ожидаются четырехдневные выходные с 8 по 11 марта. Майские праздники продолжатся с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Два выходных будет в июне с 10 по 12 число. Три дня можно будет отдохнуть с 3 по 5 ноября. С Нового года в России повысит минимальный размер оплаты труда до 80% прожиточного минимума. Проиндексирует и пенсию. Какой прибавки ждать россиянам, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шеллафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дорожает и удерживается на отметке выше 55 долларов. Валюта тоже прибавляет в цене. Курс на 20 сентября. Доллар 58 рублей 9 копеек, евро 69 рублей 67 копеек. Золото стоит 2435 рублей, серебро 32 рубля 48 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 40 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 65 копеек. С Нового года россиянам жить станет проще, а возможно даже веселее. Минимальный размер оплаты труда повысит до 85% прожиточного минимума, то есть до 9,5 тысяч. А пенсии проиндексируют почти на 4%, сообщает Министерство труда. Но это еще не все. Вырастут и акцизы на топливо. В итоге цены на бензин прибавят в среднем 50 копеек. Чиновники почитали, что это плюс 60 миллиардов в казну. Эти деньги планируют распределить на строительство новых трасс в Крыму и Калининградской области. А на содержание самарских дорог за 7 месяцев собираются направить почти 1 миллиард рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок. В перечне работ указана уборка мусора, мойка дорог, покос травы и вывоз снега. На этом все. Удачи в делах. История ссылки Иосифа Бродского и путешествия адмирала Путятина в Самаре стартовал 10-й фестиваль документального кино «Соль земли». Именитые начинающие режиссеры подали свыше 200 заявок на участие, но в программу показов вошли только 50 лучших фильмов. Всех любителей документальной ленты ждут в кинотеатре художественной. Чем будут удивлять организаторы фестиваля, знает Алина Чемерес. В ожидании открытия фестиваля «Соль земли» в арт-фойе кинотеатра художественной «Аншлаг». Посмотреть документальные фильмы, снятые как мастерами, так и начинающими режиссерами, самарцы приходят уже 10-й год подряд. Кинодокументалисты гордятся. Этот жанр зародился в России. И первый «Оскар» был вручен именно за документальное кино, снятое в СССР. Фильмы, основанные на реальных событиях, называют летописью и одновременно искусством. Когда ты начинаешь погружаться в документалистику, так же, как в игровое кино, ты не замечаешь этого. И герой картины, он становится больше, чем артист. Хотя он может быть дирижером или инженером. Ты следишь за ним, ты соучаствуешь, ты плачешь вместе с ним. Это необходимо смеяться и плакать, это и есть искусство. Полсотни фильмов, 7 из которых сняты самарскими режиссерами. Они претендуют на 5 номинаций. На фестивале покажут фильмы о северной ссылке Иосифа Бродского, жителях деревень на берегу Белого моря. Обратятся и к истории. Зрители увидят ленту о дипломатической миссии в Японию адмирала Путятина. Фестиваль «Соль земли» на протяжении 10 лет поддерживают городская администрация и почетные граждане Самары и области. По их инициативе совместно с городскими властями в каждой школе появилась своя медиатека. Я думаю, что те люди, которые занимаются культурой профессионально, наверное, согласятся со мной, что мы стали анонимы из центров документального кинематографа наряду с такими серьезными и крупными городами, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Для нас это тоже большая, конечно же, честь. Конечно, очень приятно всегда, что именно Самарская область здесь, на берегах реки Волги, принимает уникальный фестиваль, который призван сохранить традиции русской культуры, русской духовности и донести эти традиции до самого широкого зрителя. На фестивале пройдут и творческие встречи с именитыми актерами и режиссерами страны. После торжественного открытия на сцену вышел народный артист России Дмитрий Назаров. Я пытаюсь немножко вас разглядеть, понять, кто уже со мной, кого сюда насильно жена привела, посмотреть на повара из кухни. Ваш аплодисмент, это мой бензин. Я сразу начинаю просыпаться, забывать про бессонт. Документальное кино в Самаре будут показывать два дня, в кинотеатре художественной ждут всех желающих. Торжественное закрытие фестиваля пройдет в четверг в театре оперы и балета. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Пришли, увидели, победили. Команда телеканала Самарагис выиграла золотые медали областного турнира по мини-гольфу среди журналистов. Сколько голов отделяло от победы, расскажет Сергей Кизоркин, который лично переживал за своих коллег. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Пройти сложную лунку с первого удара для них больше не проблема. Корреспондент Андрей Горгуленко и оператор Константин Головин отправились защищать честь телеканала Самарагис на турнире по мини-гольфу. У Константина уже есть опыт игры. А вот Андрей первый раз взял в руки клюшку для гольфа. Когда набирали команду, отозвался сразу. Говорит, спортивному журналисту важно попробовать себя в разных видах спорта. Для меня, как для спортивного корреспондента, всегда классно открывать какой-то новый вид спорта. Стараюсь как можно больше попробовать самому. Если ты сам подержал в руках клюшку, бил мяч, и тогда репортажи получаются живее, интереснее. И начинаешь разбираться лучше и понимать спортсменов. Турнир по мини-гольфу среди СМИ Самарской области проходит при поддержке Самарского союза журналистов уже в седьмой раз. В федерации признаются, это один из любимых турниров сезона. В этом году впервые для журналистов открыли сразу все 18 лунок, включая самые сложные. Журналисты – это, как правило, очень креативные, молодые, энергичные, с юмором люди. И самое главное, я не помню ни одного дня, вот за семь лет, которые мы эти турниры проводим, когда была плохая погода. Всегда солнце. В командах, хоть и было разное число участников, в зачет шли только два лучших результата. Борьба завязалась нешуточная. Но точнее других стали гольфисты нашего телеканала, пройдя поле за 137 ударов на двоих и завоевав первое место. Андрей еще индивидуально выступил лучше других. На 18 лунок он потратил всего 56 ударов. Для новичка результат превосходный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!